И, в общем, вот такая идея есть у Викрама, что находить людей, рожденных медиаторами, вовлекать их сначала в наше сообщество, в нашу деятельность, в дальнейшем, возможно, их обучать. То есть это как уже завершение, не знаю, округа медиации, когда мы, например, набираем людей, которые по жизни такие медиаторы, а потом их уже можно обучить. То есть вы сможете здесь приобрести для себя еще и учеников. То есть вы в каждом своем городе, например, таких людей находите и потом можете обучать. Мы их можем приглашать на встречи. Вот он сейчас расскажет. Тематики встреч разные бывают. И вы можете потом на YouTube-канале посмотреть, как это на практике осуществляется, какого рода встречи проводятся. Ну, я сейчас предоставлю слово Викраму, и вам дальше, наверное, более понятно станет, чтобы совсем не забивать эфир. Окей, Викрам, you... Слушаш is also here. Let's say hi to Sushash. Hello. Okay, so let's open that website and then you can take... You can learn how to pronounce Sushash. You say it in English. Very good. Okay, so look, the translation might not be all right. So this is Google Translate. I can always try Yandex also, but let's just go through this. And if everyone sends me their pictures for the next gathering, I can put everyone else's pictures also. Викрам говорит, вот для этой встречи мы отправили ему фотографии, он включил фотографии тех, кто отправил. В следующую встречу, если вы хотите участвовать, вы тоже ему отправляете фотографии, он добавляет всех. Вы можете у себя на страницах в соцсетях размещать и так далее. Okay, so now, whether this reads all right, advocate, mediator, golfer, peacemaker, if that's okay or not, I don't know. Yeah, it's fine. Вот вы можете увидеть информацию о нем, кем он является. This is how they can... Это он у себя на сайте, то есть это его сайт, mediatorvikram.com. So this is how you can contact all the social media. So what are we looking at now is the world mediation circle. This is the circle. So this is what it's about. So you can, if you want, people can read it. Are you translating all right? Yes, it's fine. So basically, the definition, which I always keep saying, taken from the Singapore Convention, but three important words. Voluntary, informal, and with a trusted person are missing there. So those three words I've added there. If you can, I don't know whether it's in italics or not. Because the Singapore Convention doesn't have voluntary and informal and trusted person. What is the kind of mediation that I'm trying to promote the heart, soul, spirituality? Humanistic approach, that's the kind of mediation that the mediation circle is all about. What are the things that you create? Like, круги, круги посредничества, да? То есть для чего он создает? То есть это безопасные места для бесед, для диалога, сотрудничества, достижения консенсуса, без дебатов. Есть также как бы рефлективные круги, где медиаторы собираются и говорят, например, обсуждают какой-то кейс, да? То есть была проблема у медиатора. И чтобы получить обратную связь от других медиаторов, послушать их практику, есть такие тоже круги. The important thing, Rosanna, that you have to tell them is that we are developing a community of people who believe that disputes, conflict, fights should be resolved amicably. So it's a community. It's not just about resolving a personal dispute. It's about coming together of those people and creating a space where people can have a dialogue. They can have objective conversations. They can work towards consensus building. but without activism, advocacy and debates. So that's one of the important parts. Vikram говорит, что вообще идея кругов, она заключается не в том, чтобы разрешать конфликты, а в том, чтобы создать community, то есть сообщество людей с одной профессией, со схожими интересами, где мы будем обсуждать разные темы и помогать друг другу и так далее. И здесь мы не спорим, не ругаемся, мы просто говорим о своей практике. И можем задавать вопросы и помогать друг другу. Если говорить о долгосрочных целях, вот сообщество, которое мы создаем, это делать медиаторов такими лидерами, вот людей, которые помогают разрешать конфликты, которые будут направлять и так далее. Он создает такие круги медиации в школах, в организациях, сообществах и так далее. Он говорит, кто у нас есть в этих сообществах, кого мы сюда включаем, это в первую очередь люди с образом мышления медиатора. И это для него самое важное. То есть необязательно иметь какую-то квалификацию. Если у тебя образ мышления медиатора и ты хочешь разрешать конфликты, то ты можешь быть в этом сообществе. И мы имеем в виду, что мы имеем в виду. Мы имеем в виду, что мы имеем в виду, что мы можем привести людей вместе, чтобы они пытались решить и решить что-то амикабельно. И мы имеем в виду, что мы имеем в виду. Вот Икрам говорит о важности миротворцев в сообществе в том числе. И он их разделяет. Миротворцы и медиаторы – это разные люди. То есть медиаторы – это те, кто помогают решать конфликты, а миротворцы – это те, кто вообще этих конфликтующих людей объединяет, приводит сюда, им помогает вообще приступить к разрешению конфликта. И в этом сообществе нужны идеи другие. И также он говорит о том, что нам также нужны люди, которые просто считают, что конфликты должны разрешаться дружелюбно, в дружественной обстановке. И они не являются медиаторами или миротворцами, но просто они относятся к конфликтам таким образом. И эти люди нам тоже нужны в нашем сообществе. И они такие, как сообщества внутри сообщества. То есть те, кто приводит людей. Люди могут наше следующее видео. Люди могут наше следующее видео и из них вставляют их сообщения. Когда мы собираем общение, то они могут наше следующее видео. И вы тоже, Розанна, должны подать их там. Да, я просто задавал. Если вы хотите, чтобы вы хотите, или join ваши sessions, вы должны идти? Да, просто общение наше, вы можете получать вашу смартфоны, ваша WhatsApp номер. в социальных медиа, Инстаграм, Линкдин, Фейсбук, чтобы я могу иметь информацию о каких-то событиях происходящих. Окей. Вот здесь внизу вы можете посмотреть ссылку на сайте. Чтобы связаться с Викрам, вы можете нажать на эту ссылку, оставить свой номер телефона или электронную почту. Он с вами свяжется. Если вам нужна информация о предстоящем встрече, или вы хотите участвовать в встрече. То есть, что мы должны делать, Розанна, как я показал вам, мы их через различные цирки, которые были вложены, чтобы они понимают, что это больше, чем Казахстан. В Казахстане мы тоже должны создать разные цирки. Это хорошо? Если я их через это? Да, конечно. Как последний раз вы показали. Я хочу сказать, что One здесь — One is the World Mediation Circle, which is, of course, the larger circle with all the circles part of that. И, then, мы имеем для всех стран. Полный дом. Мы имеем в Казахстане, мы имеем в Индии, и разные страны. Как вы объясните regarding Семиденов Попередактного Медиацион Постана. People who are indigenous to a particular place So if there is something like that You want me to translate here? Indigenous people Yeah, I just forgot the Russian word for it I understand it I just forgot the Russian word So this is a circle for indigenous people, right? Yeah And for them to be part of it But other people who work with indigenous peoples In relation to the conflict resolution They can also be part of it So that we record experiences of people And learn from indigenous peoples Like that Вот сейчас в экран вам вообще будет показывать те круги, которые он уже создавал, делал эти видео Вы можете посмотреть на ютубе вообще Это уже вот все, что было Вот вы видите, да, там 9 августа дата И вот прямо на ютубе вы можете посмотреть запись по этой конкретной тематике Вот здесь тематика indigenous people, да, это как коренные люди То есть люди, живущие вот здесь конкретно, если, например, говорить про казахстан там Казахстанцы, да, люди, живущие здесь Если вы с вот этими людьми работаете, например, то их можно приглашать сюда Или рассказывать свою практику работы с этими людьми Как решаются конфликты между этими людьми Какие там методы, способы используются То есть вообще в целом вы на канале Викрама можете получить вот этот полезный контент Например, вы в работе сталкиваетесь с какой-то проблемой Вот у вас медиация конкретно в этой сфере, да Вот в работе с какими-то коренными жителями этого конкретного региона И вы можете зайти и посмотреть, как проходил вот этот круг И там рассказывают медиаторы, которых уже был опыт об этом Опыт в этой сфере, они об этом рассказывают Сейчас он просто поделится информацией по кругам Я был просто объясняем, что вы были Вы были в том, что вы были Все эти церковные церковные церковые И какие-то информации они получают И как они получают, как это может быть использована Потому что, если вы хотите посмотреть, что Если мы можем показать людям вокруг него Если это быть, что есть люди в мире В этом мире, которые живут очень спокойно Потому что им люди, которые помогут им решить disputes Викрам говорит, что вот в этом круге мы приглашаем вот таких людей из этих сообществ, коренных жителей, которые сами решают без помощи медиаторов, без помощи миротворцев, то есть без помощи профессионалов сами решают внутри своего сообщества проблемные вопросы, и вот мы можем пригласить таких, если у нас, например, в Казахстане есть, и у вас есть такие знакомые, мы можем пригласить на такую встречу этих людей, чтобы они рассказали, как они решают эти конфликты, как это происходит у них, и, ну, соответственно, и поучиться одновременно у них. То есть вот, как я уже сказала, если мы этих людей приглашаем на такую встречу, то есть вот, как я уже сказала, если мы этих людей приглашаем на такую встречу, они делятся своим опытом, и мы можем поделиться своим опытом, и друг у друга получится. То есть, это, значит, мы можем поделиться с казахистаном. Это круг по рефлексии, где медиаторы встречаются и дают друг другу обратную связь по различным вопросам. На такой встрече у нас будет казахстанский круг, и мы можем на этой встрече дать друг другу обратную связь по определенным медиациям, которые у нас были. Например, был какой-то сложный вопрос, как вы его решили как медиатор. Другие медиаторы могут высказаться, что они думают по этому поводу и как бы они, например, поступили в этой ситуации. То есть дать друг другу какие-то советы. Но теперь мы должны видеть свою любовь к Кейту. Она двигается и она с нами. Это замечательно. Кейт, привет. Это мы нужны. Это энтузиазм. Хорошо, хорошо. Здравствуйте. Я двигаюсь, поэтому я могу только поговорить. Спасибо. Да, всем добрый день. Я еду с другом. Да, всем добрый день. Спасибо. Сейчас мы в экране показывает круг по коммерческой медиации. У нас тоже будет. Казахстанский круг коммерческой медиации, куда мы приглашаем всех медиаторов, кто занимается коммерческой медиацией и также и людей из бизнеса. То есть это будет возможность людям из бизнеса рассказать о медиации, о ее возможностях, поделиться тем, как это работает. Ну, то есть сделать такую для себя рекламу одновременно и для бизнесменов провести ликбез, рассказать о таком инструменте, как медиация, поделиться опытом. Сюда приглашаются все те, кто занимается коммерческой медиацией и бизнесмены. Я буду показывать, где все эти сессии есть, чтобы люди могли смотреть. И, как я вам говорила вчера, вы можете идти в Яндекс, и Яндекс будет вообще полностью переводить русский. И я буду говорить русский, и тогда, Русана, люди могут делать это. Они могут использовать это. Я показываю вам, что из Ютуба вы можете делать это. Викрам говорит, вы на Ютубе, вот, например, здесь встречи на английском языке же все проходят. То есть вы можете на Ютубе, у Яндекса есть такая функция, как включить перевод. И он одновременно, получается, вы смотрите на Ютубе на английском, и он тут же переводит на русский язык. И получается, что вы слушаете человека уже на русском языке. Вот у нас кто-то говорил, что уже пользовался, я не помню, по-моему, Екатерина говорила, что пользовалась этой функцией. То есть она работает. But you people know, everyone knows about the sustainable development goals of the United Nations. There are 17 goals. I'm not sure I will ask. By the way, Жанна said that she tried to use translator in YouTube. And it failed. So I don't know. Have you ever used it? Yeah, yeah, I used it. It worked? Yeah. Викрам говорит, что переводчик работал. Может быть, что-то неправильно как-то функции подключили. But they'll have to, yeah, have the Yandex browser. Through the Yandex browser? Ну, нужно было открыть через browser Yandex YouTube. И потом включить вот этот переводчик. Возможно, так. So sustainable development goals, I don't know if people know about that. Because there are these goals that the United Nations have put out there for a better world. So there are 17 goals. So each of those goals are important. And each of them, mediation and mediators have an important role to play. Goal number 17 is basically about collaboration to achieve the goals. I was also a group for its aim and development. So maybe it wasn't a goal for expectations for rolling on the left and made it too, So I'm not sure if all of them know, all of them know and all of them know, and all of them know and know with the goals of the UN's, but I have already said I have a challenge for the country to achieve more and more on the right. And I'll just tell you a couple of the goals that Kazakhstan is a goal of this goal today. I know that Kazakhstan is a goal of these goals of a stability of new elite. So many of them are well presented and the goals of these goals in the United Nations. We are connecting with Eandex. And we also have the goals of these goals, those goals of the goals of the UN's, And these goals of the level of such goals, и внутри сидит и развитие медиации. Поскольку я была членом рабочей группы в этих целях устойчивого развития, я с этим знакома. И вот здесь тоже они обсуждают, как сделать так, чтобы достичь этих целей устойчивого развития. Вы можете, если вам интересно вообще почитать о целях, что это такое, вы можете просто забить в поисковике цели устойчивого развития ООН и выйдет сайт. И у Казахстана тоже есть свой сайт по этим целям. И у нас есть критерии, по которым мы достигаем этих целей. Среди них тоже есть медиация. Среди этих целей, пятой целью, вот тоже пишут по целям работают Жанна. Жанна said that they also work on sustainable development goals. So some people are acquainted with it. So she must that way then participate. Maybe do that in maybe Russia. We can have it. In Kazakhstan, we can have a certain... Let me... Should I... Okay, I'll show you the goals. I'll show you the goals later. I'll show you the... We'll go through the goals. And then we have the refugee mediation circle. I don't know whether... Are refugees coming into Kazakhstan? Do you have refugees coming? No. Okay. No. Okay. So maybe this might not be relevant. But the idea was that countries sometimes have issues with refugees coming in, their integration into society, and within themselves mediation. So this is specifically for that. When we have the international organizational mediation circle, our idea is that every organization has to have a mediator. One, it gives work to mediators, but which I will also explain to everyone, the whole idea is that we are also asking people within the organization, who are those people with the mediator mindset, and then create that culture within the organization. And the external mediator is available, but internally also we have to create that capacity and culture. The circle is related to the mediator in international organizations, because he believes that in all international organizations there should be a mediator. These are huge structures. Of course, there should be a mediator. And not only the external, but also the internal mediators. And so they have to carry a circle related to this. But when Gabriela launched it, she is working as a mediator for the international labor organization in Geneva, Switzerland. So they have an in-house mediator, but I am saying we can have external mediators. What Gabriela проводила круг, and she actually is Gabriela O'Revio, O'Revio Asmar. She is a mediator in the international organization, I don't know how it is, how it is called, it is related to the working community, and she is a mediator and an internal mediator. And then we have the international family mediations circle. People who are working in relation to family mediations, they come together, but our aim should be that we create a mediations circle in every family. That should be our larger aim. And the important thing, Rozana, is that when I said reflective practice circle, so the Kazakhstan family mediation circle will also have a reflective practice circle, so people who work specifically in family mediation, they come together, they share their experiences, difficulties they've faced, and other people can share their experiences about how they overcome or learn from their mediation, so it's a space for learning. This is a game for people to experience conflict resolution, which is also circulated in Russian, so people can play the game. So we're not teaching them, we're helping them learn by experiencing. So it's a step-by-step kind of thing. So in a way, it is mediation, but they are learning from their own experience. Okay, so then the school and college mediation circle, so every school to create a mediation circle, ask the children, who are those people who help other children resolve their fights, misunderstandings, and then bring them together and all the children who feel that, yes, all the issues, fights and all should be resolved amicably. So we've created a circle in every school, similarly in college. So we're asking them to identify the people. We are not going there to teach anything. They are already, the children are already there. Let them experience conflict resolution because we have to start early so that they know, yes, they can find people who can actually help them resolve fights. So we have a group of school mediation that they will also be here. They will also invite them. Well, actually, the idea is that in every school there should be a kind of school that's a school of mediation, let's call it, and the children, who help them solve conflicts, you can invite them to be here. Vikram, there was a question from chat. I just read it. So, Жанна said that she has to leave because she has mediation and mediation, it will be family mediation where three children and father wants to leave the family. So the mother is stressed and she is going to hold this mediation. So she's asking your advice. She thinks that she has to invite psychologists and give recommendations to everybody to protect rights and interests of children. So, E&G asked you to give some advice in this situation. What would you do in this mediation? The thing is that, of course, it's an individual situation to comment on. The individual situation is one thing, but sometimes I feel there might be people in the family also whom you can sometimes invite if there are some trust with people whom they can trust and maybe also listen to. So that also, I think that part of it also should be considered. An external person, yes, therapist, psychologist also definitely you can bring in, but sometimes, at least, I would think that that also is an important area that should be looked at. So do they have other family members coming in? Vikram says, yes, it's very important to invite to invite him to accept that he would work with psychologists. Also, he would invite members of the family of other people. He asks, is there any other members of the family who are also Those who are listening to them, who can provide advice or help? Who will in this mediation participate? Everyone will... Огромное спасибо за рекомендацию. Для меня большая честь получить такую рекомендацию от вас с экрана. Переводчик, огромное вам спасибо. Прекрасный перевод. С удовольствием слушаю ваш перевод. Да, из членов семьи могу ли я, насколько это будет корректно, пригласить еще другую сторону, то есть женщину, в которую он пытается уходить? И Жанна, Жанна, thanks you for the advice, and she's asking if it's correct to invite a woman that she is in affair with, so this woman, to just to have her in mediation. Definitely, look, that's the ideal situation, because obviously things are happening outside. I feel that everyone should be part of that discussion, because finally you're looking at the family as a whole. I think that everyone should be part of it, but how difficult it is, I mean, obviously she has to see, but at least some conversations sometimes can also help in certain relationships also, to heal certain relationships, because healing process is also an important part. So, I think it's not just a matter of resolving that for the moment, but also the larger healing also, and who else can come into that, but professionals who practice in that area of psychologists, and like I said, therapists, those also can, in that whole thing of getting external people, plus if this woman, there's a relationship with, is also there. Because ultimately it's healing, and that is where, which is the kind of mediation that I promote, is where the healing process should be looked at. Жанна, ну, вообще Крамм говорит, что все ситуации, они индивидуальные, да, тут, конечно, нужно смотреть вообще в целом, но можно попробовать пригласить эту женщину, если она согласна, чтобы она могла посмотреть на семью, на, ну, то есть что происходит в семье, да, из-за этой ситуации, и вообще вот этот весь процесс, он может быть очень длительный процесс, он может быть очень длительным, потому что в целом в таких медиациях суть заключается в излечении, то есть это такой долгий процесс излечения, и если нужно, нужно, вот если вы считаете необходимым, нужно приглашать и психологов, там, психотерапевтов, и эту женщину, если она согласится, и это, на ваш взгляд, может помочь ситуации, ну, здесь нужно очень аккуратно, да, быть в этой ситуации. Я поняла, я поняла, большое спасибо, Крамм, что у нас есть возможность обсудить конкретную ситуацию, потому что сейчас на этой встрече сидят в основном наверняка медиаторы, которые в большей части работают именно с семейными ситуациями. Я медиатор суда, педагог, психолог, эксперт-аналитик, и, конечно, я с этой ситуацией сейчас буду работать, но мне ваша рекомендация тоже очень важна. У нас в Казахстане сегодня семейная политика направлена против развода. К большому сожалению, сегодня много разводов, как в молодых семьях, чаще всего почему-то, ну, и, конечно, бывают семьи в средних, даже в семьях, в которых у меня была ситуация, когда пришли ко мне люди разводиться с работой в государственной службе. Они 20 с лишним лет прожили, и мне удалось их помирить. А вот сегодняшняя ситуация, я очень сама переживаю, потому что трое детей у них, и у меня задача попытаться проанализировать ситуацию и найти все шансы и возможности все-таки эти трудности, пережить эту проблему тоже и остаться в семье. Спасибо вам большое за совет. Жанна, спасибо вам за участие. И вот поскольку у вас такие ситуации встречаются в практике, как раз на круг по семейной медиации присоединяйтесь и на рефлективную практику. Как раз будем разбирать кейсы, возможно, к тому времени, когда будет проводиться круг по семейной практике и рефлексии отдаваться вот в рамках семейной практики. У вас уже этот кейс как-то разрешится, и вы сможете поделиться и рассказать о том, как разрешали, какие методы использовали, потому что медиаторы всегда в происках каких-то методов, разрешения. И вот мы вас тогда ждем на эту встречу. Yeah. So what we do is, Rosanna, that this is, I think, an important area of reflective practice. So I think we can fix up a gathering of the reflective practice circle. And this is exactly what the idea is, that let's learn from each other, let's discuss these issues so we can fix it. That's what I just said. I said, Жанна, you're welcome to reflective practice about family mediation, so we can just speak about cases. Yeah, we'll fix the time for that. So similarly, everyone who's interested in a particular area, they can say that, okay, I'm interested in working with schools. So we'll have a separate gathering for the Kazakhstan school mediation circle, separate for the Kazakhstan college mediation circle. And then when the global school and college mediation circles meet, at least people can share their experiences. And like I said, the only question we are going out there to ask is, do you know someone who helps other children resolve fights? And first step, let's bring them in. Ask them about their experiences. By the way, Mariana said that she has invited some students from her university. So maybe they're here now at the moment. And also, I think that they can be invited to this meeting just to tell how they resolve the conflict. Yeah, and we can be invited. Yeah. Yeah, Mariana Ivana говорила, что она сюда пригласила студентов. Возможно, сейчас здесь среди присутствующих есть студенты. И вот когда будет проводиться круг по школьной медиации, университетской медиации, будет здорово, если поучаствуют студенты или коллеги здесь, кто есть, кто работает со студентами, можно будет пригласить студентов, которые поделятся тем, как они решают вопросы эти, как они вообще смотрят на медиацию. Если в вашем университете, где вы преподаете, уже есть какая-то служба медиации, было бы здорово, если бы эти студенты поделились, как она работает своим опытом, практикой. Это будет полезно и для нас, и для других студентов из других регионов, которые это услышат. Yes, thank you. Да, спасибо. Очень интересная тема, очень важная, потому что мы тоже собираемся развивать школьную медиацию. Я предложила судьям с резервными районами суда по делам несовершеннолетних участвовать во встречах с молодежью. Я буду проводить встречи, тренинги с молодежью по развитию школьной медиации и приглашаю судьи тоже. Здорово, Жанн, давайте тогда тоже подключайтесь и к этому кругу. Когда будет информация, сейчас мы встречу закончим, сегодня встреча информативная. Вы понимаете, что сейчас в экране рассказывается о своей идее, как это будет на протяжении всего года. То есть эти встречи, они там будут, может быть, раз в месяц. Это не означает, что по одной тематике раз в месяц встреча. То есть мы берем, например, тему школьная медиация и мы назначаем дату, эта встреча проводится. Все, следующая встреча проводится по семейной медиации, потому что, как вы видите, тем много. И мы уже будем знать, Викрам составит график встреч, и мы будем знать, когда какая встреча. Вы сможете подготовиться, пригласить людей, где мы будем обсуждать эти вопросы. Конечно. Викрам, я просто объясню, как это будет работать в будущем. Я сказал, что вы будете делать встречу на всех этих вопросах, так что они знают на определенный момент, и они могут подготовиться, чтобы вместе с другими людьми, и так далее. But tell me something, is Wednesday a good day for you, people? Is Saturday a good day for you? Which is a better day for meetings? Викрам вообще спрашивает, вот среда. Ну, мы просто по средам встречаемся, и он спрашивает, среда ли подходит вообще, как день для встреч, или лучше субботу, например, сделать выходной день. Вы можете в чате сейчас отписаться, просто вот, ну, все напишите. Нет, пока расписания нет еще. Вот мы как раз только собираемся это делать, и отпишитесь просто кому, когда удобнее, если вы действительно планируете участвовать. Ну, то есть, не просто так, да, что вот вы сейчас напишите, а потом участвовать не будете, а мы сориентируемся. Я asked people to just to send information into the chat and say what date is better. So, then we'll see, okay? So, what we do is, look, for me, I think what we can do is every Wednesday, every Wednesday, 11 o'clock Kazakhstan time, we'll fix a time. So, one Saturday, we'll keep, one Wednesday, we'll keep school and college, or school can be separate, college can be separate. One day, we will have the reflective practice, similarly for family mediation, commercial mediation. So, we can do it like that. So, and Saturday and Wednesday, right? I'm, Wednesday, I'm okay with any of those two days, any of those two days, because that day I don't, because I have to do it in the morning, and my morning is available on those two days, because there's no golf on those two days. Mikram говорит, ему удобно, в принципе, и в среду, и в субботу, без разницы, можно там какие-то дни ставить в среду, какие-то, ну, какие-то темы в среду, какие-то в субботу, вот он свободен. Он также говорит, что мы можем пригласить другие страны, русскоговорящие, чтобы провести, там, например, Россия, Кыргызстан, Узбекистан и так далее. То есть, ну, все, кто русскоговорящие, и провести такой совместный круг обсуждения. Okay, so, Simil, then we have these issues, so we have the environmental, climate change, natural disaster, sustainability. So, for this also, we can, of course, have Кыргызстан, but down to every school can create, that every college, every community can create a climate change mediation circle, or environmental mediation circle, because it affects everyone, all these issues. So, local, national, global, at every level, we can have these mediation circles being created. И вот, посмотрите, темы, которые он предлагает, да, то есть, там, глобальное изменение климата, глобальное изменение климата, природные катаклизмы какие-то и так далее, да, вот то, что вы видите на экране. И вот эти тематики мы можем взять внутри, например, также школьного круга медиации, да, то есть, чтобы и школьники, или, там, университеты, да, тоже могли. Так, Аида, готова участвовать? Okay. Хорошо, Аида, спасибо, что подключились. Потом, если какая-то более подробная информация, вы можете мне написать, и я дам знать. А так, в целом, потом, если график будет, рассылку сделаю. Хорошо. Some people are leaving, so I'm just saying thank you and goodbye, and they said that they like the idea, and they want to be part of it. Great. So, okay, so, similarly, then we have issues, so we have, like, we have the Israel-Palestine is an issue today, that is one mediation circle. Similarly, any other issue that affects Kazakhstan, you can have issues internally, what affects Kazakhstan, because, like I said, this is a community of people who can discuss every point of view, get everyone into the circle to discuss their thoughts, their views, because today that space is not available. Either there's politics, there is advocacy, there is activism, there are debates, but what about nice people talking about these issues, every point of view being discussed, and everyone can share without having this fear that, oh, if I speak my point of view, someone is going to react. So, that way. Nicest people, the nicest people in the world, and the shyest people in the world. I think that, like I said, there is a question that, like, is the Palestinian-Israeli conflict discussed, and he said, that you can also choose a theme that, like, влияет on Kazakhstan, which is for you, which is important, which you would like to discuss. That is, it is, it is, it is, it is, it is, it is, we can provide an article that we have to work with a community of media, and discuss, because, he says, well, here in such a theme, in the основном, there are debates, there are different debates, there are obviously, there are some ways of hearing, and they, there, 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 there are some ways of dealing with that, there are people who are talking about, Прекрасные, милые, добрые люди, как мы, мы можем собраться, обсудить это без споров и скандалов и понять, как это может помочь, например, Казахстану, да, то есть если у нас тоже есть какая-то подобная сложная ситуация, да, вот. Да, потому что, look, you have these global issues, you have national issues, but at the local level also, there is some issue that people are facing, so just any kind of, if a small community creates a mediation circle, they can discuss some issue, which they are facing, so that way everyone has a space to discuss these issues. Даже если это небольшой вопрос, касающийся небольшого сообщества какого-то, но он их беспокоит, мы можем создать такой группы, дать пространство для обсуждения, такое бесконфликтное пространство для обсуждения этих вопросов. Окей, so then there are different countries, this is a college, college which has created it, so this is how it's a web of mediation circles, so it's the college, it's part of the global college mediation circle, it's part of the India mediation circle, it's part of the world mediation circle, so that's how these circles function within themselves. Ну вот здесь разные круги, да, то есть это круг college, да, такой глобальный, то есть это вообще, ну сюда приглашается. Do you invite to these circles people from all over the world? Look, this one, look, this one is the university, actually it's a university in India, so it's a university, so for them they have their own, we have their gatherings for that university, but then for the global college mediation circle, we'll have people from, who are part of the college mediation circle in every country, they will come for the global one, so the children can then share their experiences, and it's children, it's professors, it could be teachers, they're also coming together, who are part of the colleges, they can also be part of the global one. And then we have the Kazakhstan college mediation circle, so they can be part of those gatherings also. Ну вот Викрам говорит, что вы, например, у вас будет казахстанский круг медиации там среди университетов или колледжей, потом мы можем, например, взять и объединить, то есть из разных регионов Казахстана колледжи, да, собрать, или пригласить еще кого-то из там из другой, то есть колледжи между странами, ну университеты, например, из других стран университеты, с нашими университетами, собрать, чтобы студенты поучаствовали в этом, и так далее, то есть объединять эти круги. The important thing is that they are not using the word mediation, they're using the word sule. For them, that is the word they connect for conciliation, and this is actually used in Arabic also, it's used in Urdu also, in India also, in the Arab world also. So if there's a word in Kazakhstan people connect with, we're okay, we don't have to use mediation, they can use whatever word they're comfortable with, which translates into people being assisted by someone to resolve the dispute. So any word, the word should not be a problem. Ну вот он говорит, что вот здесь, например, индийский университет, вот этот Джамия Хамдар, они использовали слово не медиация, видите, не mediation circle, а sule circle. Sule – это слово, которое на индийском языке они используют, оно тоже обозначает вот что-то вроде примирения, и он говорит, если у вас в Казахстане или на казахском языке есть какое-то слово, которое вы используете, вы можете называть это так, и использовать это слово вместо слова медиации. Then we have artificial intelligence, a very important area for these, like chat GPT, I don't know whether you've used, people have used, obviously you must have used it. It can be used as a mediator. It can also be used for people to learn about mediation. So at least everyone has in their house a mediator, whom they can immediately go to and say, look, I have this dispute with some, so-and-so, please help me resolve it. And it can actually act as a mediator. Интересная тема, вот, про искусственный интеллект, про чаты GPT, как с ними работать, и, ну, поскольку это все больше и больше входит в нашу жизнь, то был вот такой круг по обсуждению, как вообще искусственный интеллект может помогать решать конфликты, потому что, например, сейчас можно спросить у чата GPT, как решить тот или иной конфликт, или попросить искусственный интеллект быть что-то вроде медиатора, или помочь найти медиатора. И вот, ну, обсудить можно, как это влияет на нашу жизнь, как с этим дальше работать. Вот, как вы видите, он показывает с разными странами, он проводил такие круги, было очень много встреч, различных тем, где обсуждалось, и вы все это можете посмотреть на Ютубе, в целом, чтобы понимать, как это происходит, чтобы вам было понятно, в каком направлении двигаться. И, коллеги, ну, вот мы сейчас встречу заканчиваем. Да, я видела, что тут был вопрос по поводу сертификата. Нет, сертификата эта встреча не предполагает, потому что это встреча энтузиастов, которые готовы просто развивать медиацию, развиваться, знакомиться, вступать в сообщество, знакомиться с другими экспертами, делиться опытом, получать знания. И сегодня установочная встреча. Если у вас есть желание присоединиться в это сообщество, если у вас есть какие-то идеи, которые вы можете сюда принести. Викрам вам показал лишь примеры тех плыгов, которые были, и он предлагает такие же круги сделать у нас. Кругами мы с Викрамом называем сейчас вот эти встречи, встречи сообществ по различным тематикам. И вы можете написать в Викраму или мне мой контакт. Я не знаю, давайте я сейчас здесь в чате остагаю. Я оставлю мой телефон номер для людей, чтобы контактировать меня, чтобы получить больше информации, если они не получили что-то, или просто отправить их свои идеи, чтобы я поделюсь с вами. И то, что вы можете сделать, то, что вы можете сделать, то, что вы можете сделать, то, что Казахстан медиация церковь, WhatsApp группу, и мы можем начать поставить информацию там, и они могут показать нам, что церковь они хотят быть частью, и что работа они хотят делать. Это, что я сказал, Розанна, это, что goal номер пять для Суспейного Деволопмента, это генерал-еquality. То, что мы имеем в глобал генерал-еquality медиация церковь, and similarly, we can have a Kazakhstan circle. So, every goal will have a separate mediation circle. Вот он вернулся к целям устойчивого развития, и была такая тема, как гендерное равенство. Он говорит, давайте тоже в Казахстане проведем такой круг гендерного... Вообще, в целом, мы можем проводить, например, эти встречи по всем направлениям ЦУР, ну вот, как одна из интересных тематик может быть такой. Ну, наверное, в свете последних событий с судом, связанным с Бешимбаевым, и вот будет интересно поговорить о семейном насилии, о гендерном равенстве, о семейных отношениях, тоже, возможно, как тема для медиаторов будет хорошей. Вы можете мне потом написать, кому какие темы интересны, в каких темах вы бы хотели участвовать, какие у вас есть идеи, кого вы можете пригласить. И в целом вы можете приглашать всех коллег своих и неколлег в том числе, потому что, помните, в самом начале я сказала, что идея круга, она вообще, и создание сообщества заключается в том, чтобы сюда позвать людей, которые не связаны с медиацией, которые не являются медиаторами, но по жизни решают какие-то конфликты. Я вот хотела бы пару слов сказать об Анастасии. Она недавно прошла курс по медиации, но, как выяснилось, когда мы стали обучаться, она медиатор по жизни. И она рассказывала очень много интересных случаев, в которых она, еще не будучи медиатором, помогала решать конфликты. И она рассказывала, как она это делала. И вот это было очень интересно. Возможно, на одной из встреч мы попросим Анастасию рассказать о ее опыте, вот том еще домедиаторском опыте, как она это делала. И приглашенным людям, которые не являются медиаторами, будет интересно послушать, как такие же люди, как они, помогают решать конфликты и живут, что называется, мирно. То есть идея такая, мир во всем мире. Викром, I was talking about Anastasia. She's a newcomer in mediation. She just got her certificate. But when she came to basic course, she told us several stories that she's a mediator. She has a mediator mindset. So, before she became a mediator, she helped a lot of people to resolve issues, especially her neighbors. And she has a lot of different interesting stories how she helped people to resolve conflicts within the labor community, not labor, residential community. Her neighbor community. So, and this is an interesting practice. So, we can, once we can ask Anastasia to tell about this practice, how it was before. Exactly. This is what we really need, that people have the mindset, they are out there, and they're already practicing it. It is not some rocket science. It is actually human interaction. So, this has to be highlighted. Yes. Yes, Anastasia. Very good. So, you've always been a mediator, except you didn't use the word mediator. That's what the thing is. Anastasia понимает английский. She speaks English. Викром сказал, что, да, Anastasia, вы, получается, были всегда медиатором, но просто не использовали слово медиатор. Yes. So, you want to share your experience now, later, what is the plan? Maybe we can, we should have one session on Kazakhstan Community Mediation Circle, and we should talk about these experiences, because we should record these experiences and actually send it out to people. Look, this is someone who's actually helping people, helping our neighbors. So, we should do that. Yes, Anastasia? Yes. Okay. I will speak about my experience with my neighbors in mediation to decide this conflict. It was by mine the way of the decision of these conflicts. and it was very interesting experience for me. But, Anastasia, you can speak in Russian, no problem. You can speak in Russian, we can always translate it later, so everyone can benefit from that. Yes. It's better to speak Russian, because the rest of the people speak Russian, right? Yes. Anastasia, you can tell me in Russian how it was for you, so everyone was clear. The best is if she can open Google Translate and she speaks in Russian and I can also read in English. Do you want to do that, Anastasia? Okay. I will speak in Russian. I have very interesting neighbors and we have a lot of such situations when we had to check these situations because conflict was not good to anyone. The situation was in the following. The husband has raised the flowers. She was raised on the floor. She was raised in the entrance. In one of them has flower in the entrance. The husband has been long raised, she worried where he was And on the street, she saw in the что ее цветок она узнала что стоит у соседа на одном из этажей в окне она обратилась значит пришел к этому соседу и говорит что у вас мой цветок отдайте мне его пожалуйста он сказал это не это не ваш цветок это мой цветок и значит просто-напросто и выгнал с квартиры она позвонила мне за помощью попросила чтобы я повлияла на соседа и попросила помощи что может быть полицию к нему вызвать я говорю ну полиция здесь не решит вопрос надо грустно нервно поговорить по поводу того что вот он этот цветок взял узнать почему он его взял вообще и в один из дней я значит вышла на улицу меня встречает этот сосед он такой товарищ выпивающий и говорит короче я хочу сказать тебе как что это мы год цветок взяли потому что говорит я ходил мимо него мне как показалось что он высыхает и за ним никто не ухаживает и цветок стало жалко но снега то я разговаривать не хочу как мы отдадим этот цветок только тебе мы тебя готова жаем приди пожалуйста забери его я пришла забрала у них этот цветок отдавая его хозяйки хозяйка обрадовалась я говорю ей ну раз они так хотят этот цветок может отростки дадите она посадила ему цветочек постучалась к нему в дверь и подарила ему этот посаженный цветок вот этот был как бы такой самый интересный опыт в решении этого конфликта и так у них получила завязалась дружба в итоге они начали обмениваться цветами и вот так вот конфликт был урегулирован а то была там после дела драка когда она пришла к нему за своим цветком он ее вытолкнул просто из двери сказал что это его цветок это вот первый опыт разом на переведете да я сейчас не буду переводить в экран потом сможет он он потом использует google переводчик а он он послушает да вот для коллег в целом просто я уже должна бежать как бы у нас встреча 12 было рассчитано потом еще ваша встреча вот на следующих кругах медиации будет здорово послушать интересный опыт so Vikram will you be able to translate Anastasia's story via translate google translate later for yourself yeah when i watch it on youtube if i upload this on youtube and when i watch it there i'll ask for subtitles so i can do that but whenever someone speaks everyone can speak in russian let them just click the link and just speak into google translate and i can then look at it in english so that should be easy how will you see it they'll have to open they'll have to share their screen ah they they have to share the screen ah ok good idea next time we'll do it вот сейчас он вам скинул ссылку на google translate и в следующий раз когда будем ну он говорит вы вот в этом сообществе вы можете говорить на русском потому что все говорят на русском просто для него вы будете нажимать вот на эту ссылку и делиться своим экраном и он будет видеть на экране перевод текста которые вы говорите и все ну как бы вот так а то что она все рассказала он посмотрит он когда на youtube загружает он может посмотреть на русском тоже подключить переводчик коллеги спасибо большое что сегодня присоединились рада что все так оперативно кто смог выделил время понимаю что заранее никого не предупреждали я честно говоря сама вчера очень поздно спохватилась я перепутала дни я думал я была уверена что сегодня вторник еще что-то я как-то отстала вечером сообразила что уже среда поэтому все так быстро произошло вот пожалуйста пишите оставляйте свои контакты будем на связи и рада вас сегодня здесь миссия дикорам и вот такая рекоменда и все это я sûr не могу их еще так быстро в этом вот это и и все это я если все это принято и все эти миссии как они все равно дикорам но сейчас Wednesday, let us at 11 o'clock Kazakhstan time we can start with whatever first one can be I don't know, school then we can have family mediation, we can have reflective practice, like that so that every week we are doing one topic and everyone can speak in Russian I have no problem my purpose is to get the meeting going and then everyone so Rosanna needs to be there maybe Vikram говорит, что мы можем встречаться каждую среду условно среду, пока мы по средам встречаемся каждую среду и обсуждать одну тему соответственно, если мы с вами организуемся для обсуждения какой-либо определенной темы и мы встречаемся сейчас нам нужно будет время чтобы сообразить, кто на какие темы хочет участвовать и будет ли возможность такая участвовать и еще я видела, что в субботу, да, люди просят в субботу мне нужно самой посмотреть у меня просто суббота достаточно забитый такой день наверное, это суббота вечер скорее всего вечер, да я думаю, что я думаю, что я думаю, что я имею в виду что я имею в виду что я имею в виду я имею в виду 700 видео на мой канал я делаю многое вы тоже знаете, что вы participated в это они могут найти информацию в этом году я имею в виду медиация церковь которые были лаунчат все YouTube links для лаунчат они могут смотреть в русском или на Яндекс все это здесь это для Все видеозаписи с YouTube вы можете найти. Например, если вам интересно смотреть круги посредничества, вы можете зайти на сайт, открыть ниже, прокрутить, где круги медиации, и там есть все встречи, ссылки на все встречи, на любую тематику. Also, date-wise, what is happening, they'll know which event we are doing for Kazakhstan. They'll find that information here, date-wise. And then what I want to show them is that at the end, this is the various events, shows that I organized. They can click this and you see the YouTube link. This is the World Mediators Conference, number one, number two, then symposium on various topics. All those playlists, this is all YouTube playlists out here. They just click here. Все на YouTube, вы можете прям по этим ссылкам кликать, проходить, смотреть встречи. So they can... Очень интересно, потому что там участвуют профессионалы с разных стран и рассказывают о своей практике, очень интересные. Много полезного можете найти, просто даже если посмотрите. Yeah. So basically, next Wednesday, 11 o'clock. Let them come, we'll see whatever topic is being discussed. Пока сейчас в экран говорит, давайте пока оставим среду 11, как и сегодня, то есть у нас дата была зафиксированная. Потом определимся, посмотрим, как будет получаться встречаться. Если что, попробуем в субботу. Проблема в том, что у меня суббота такая занятой день. Ну, поскольку я все еще и перевожу и организую, мне, возможно, будет сложно в субботу. Я посмотрю по графику. Пока среда 11 и посмотрим по тематике, определимся. Пишите, пожалуйста, свои идеи. Кто хотел бы в какой теме участвовать. You want to leave, you want to leave, but if anyone wants to share their experiences and all, they're most welcome to talk about it. If they can put a link to Google Translate, then I can also hear them. But they can talk to each other, they can introduce each other to themselves, whoever wants to stay. Коллеги, я должна уже убегать, уже прямо опаздываю. В экран говорит, если тут кто-то сейчас хочет, например, поделиться своим опытом или еще что-то сказать, или представить себя и познакомиться, вы можете вот ссылку Google Translate включить, и он позволит вам поделиться экраном, чтобы он видел, а вы можете на русском говорить. Поднимите руку, если есть кто-то, кто хочет высказаться. Я просто спросил, если есть кто-то, кто хочет поговорить, и никто просто сказал. То есть лучше закончить. Это было первое время что-то, чтобы понять, что происходит. Хорошо. So next Wednesday, I'll see you at 11 o'clock, Казахстан time, и whichever one that you want to do first. Which one you want to do? Reflective practice? We can do reflective practice. Whatever your choice. Or we'll just do, I'll tell you what we'll do, Казахстан mediation circle gathering. We'll see what comes up then. Right? Is that okay? Okay. I'll try to get information from people, what topic they want to discuss next Wednesday. Main thing is that everyone has to create a circle. That's the important part. School, college, community, family, anywhere. But they have to start creating circles. And Vikram says that it's very important that all the participants around themselves, in their communities created these circles of mediation. If you live in your region and you work in a certain area, where do you create this circle? Create and then we'll be invited here to meet these people. We will be invited. Perfect. So now I will see you. What is the date? What date is it next Wednesday? On the 10th. Do you think that it should be next Wednesday or maybe in two weeks? Whatever. I'm okay with anything. I'm not sure that we will be ready for the next. No, no, we'll be there. Something or the other people will share their experiences. I think that by itself and introduce each other because today we didn't have any introductions. They can introduce, get to know each other also. I'll put it down. I mean, whoever comes in, I'm okay with that. The main thing is that people should start getting to know each other also. Right? Okay. Okay. Пока, предварительно, следующая среда, 11.00. Then we'll see the topic. Yeah. Great. Mariana said yes. So that is done. Two thumbs up. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Anastasia, for sharing your experience. Thank you, Anastasia. Thank you. I can't thank people by their name because I can't read the name. So just thank you very much, everyone. Okay. I'm leaving. Bye-bye. Bye. Bye, Rosanna. Thank you very much. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you very much for coming. Bye, Shash. Bye-bye. Thank you very much for your today's conversation. Bye-bye. Bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.